Для меня медийность это скорее обременение обузы, и я не могу сказать, что общение с прессой и внимание прессы ко мне, к моей личной жизни, меня сильно радует. В первую очередь, потому что публичность не является частью моей профессии, как, например, певцы, артисты, вот они как раз представители тех профессий, которым публичность нужна, потому что если их не знают, не любят, не имеют к ним какого-то персонального отношения, то и, в общем, не будут следить за их творчеством, а это ровно тот самый продукт, которым они торгуют, и будут они бедные, несчастные, никому не нужные. У меня другая стезя, поэтому для меня все-таки публичность это скорее обременительная какая-то обязанность, и, к счастью, она не так велика. Вы знаете, про это даже и говорить, честно, смешно, но при этом, все равно, если мы с вами сейчас общаемся, то это, наверное, часть того, о чем вы спросили, и с вами общаться приятно. Окей, но, в принципе, когда про тебя начинают рассказывать небылицы в желтой прессе, которой просто надо чем-то питаться, и она, соответственно, если в какой-то промежуток времени не имеет конкретного информационного повода, реального, так сказать, случившегося, возникшего, то, так сказать, дальше начинают генерить эти поводы, так сказать, и генерят их чаще всего люди неталантливые, потому что, так получилось, что вот на настоящий момент желтую прессу чаще всего представляют журналисты не самые лучшие, потому что те, кто получше, поскладнее пишет, поумнее, так сказать, пошли в другие сегменты журналистики, и вот начинается, так сказать, такое, что и читать тяжело, иногда и с точки зрения русского языка все не сложилось, а уж с точки зрения смысла логики вообще лучше не рассматривать. Вот такая публичность, я подозреваю, что никого не радует, хотя, еще раз повторю, для некоторых профессий она неотъемлема. Ну, для меня нет, поэтому, действительно, не сильно радует.